Буковинская песня Буковинская песня Едим, говорит Мамалыгу, да бродим по горам отравленные болезнями. Не пишем мы, не читаем. А неграмотных у нас девять на одного. Помогите! Буковина красива. О Буковине ходит слава, как и в самом очаровательном уголке Европы. Поэты называли ее раем, зеленым краем, сладкою Буковиной. Только народ о своей славе говорит иначе. Цульская слава, яка ж ты кривала. В древние часы нашей истории, в период Киевской Руси, Буковина была частью Галецкого княжества. В слове о полку Игореве об этом упоминается так. В Галечской осмомыслии Рославе Высоко сидишь ты на престоле своем злотакованном. Горы подпер угорские своими полками в железо одетыми, Заступив королю путь, затворив ворота Дунаю. Когда татарское нашествие подорвало Галецкое княжество, Изменилась судьба Буковины. В середине 14 века татарских ханов заменили Воложские господали. В 16-м старетии Буковины захватили турки, А в конце 18-го авто-венгерская монархия, отдавшая Буковину на откуп польской шляхте. Эти горы и леса не раз были свидетелями жестоких неравных боев буковинцев, Со своими притеснителями. Помнит Буковина героические дела Олекса Доубуша и Лукьяна Кобылици И других народных повстанцев опрыжков. В 1918 году, когда пала австро-венгерская монархия, Антанта отдала Буковину Румынии. Упала на Буковину черная румынская ночь. Село и город поработил румынский шандарм. За свадьбу и похороны хабар, сто палок без суда разговаривать только по-румынски. Украинские крестьяне в Буковине так обеднели, Что перестали покупать даже керосин. Даже спички были далеко не в каждой хате. Как в глубокой древности, люди переносили горящие угли от жилища к жилищу. Приисподняя Европы назвал Румынию Анри Барбюс в своей гневной книге палачи. Черновица главный город края. На 125 тысяч жителей здесь было 10 тысяч безработных. Десятки предприятий закрыты, ни одной украинской школы. Зато было 4 тысячи магазинов, 20 тысяч торговцев. Лицо города узнается по лучшим зданиям. Вот резиденция Буковинского митрополита. Синагога На постройку синагоги фирмы не пожалели затрат. От австрийского императора румынам досталось красивое здание городского театра. Какое оно внутри, никто не помнит. В Черновицах трупы не было. Единственной формой культурного обслуживания масс была карусель. Даже не одна, а целых три. Стояли они в центре города на большой площади. Под шарманку здесь закручивали головы обывателям, парубкам и девушкам, приходившим сюда из окрестных сел на базар. Такое оно румынское счастье трястья его матри. 3 тысячи проституток и 100 домов теплимости только в Черновицах. Невероятно, но факт. Говорит только по-румынски. Говорит только по-румынски. Говорит только по-румынски. Вот завод румынского короля. Буковинский рабочий работал по 12 часов ежедневно в условиях подлинного колониального режима. Быть безработным в Буковине для украинца означало то же самое, что быть осужденным на медленную, но верную смерть. «Нас не интересует судьба не румын», сказал румынский премьер на вопрос о состоянии безработицы в Буковине. От заводов и фабрик остались только одни стены. Машины и станки румыны вывели. Даже шахты, существовавшие десятки лет, были забитые и затоплены. Нефтяные промыслы разрушены. Бояре знали, рано иначе он ждал и готовился к встрече братьев. В темных хатах, чтобы не увидел жандарм, долгие месяцы вышивали красное знамя для будущих освободителей красноармейцев. Тихими ночами, когда все, казалось, спало в горах, как шелест ветра, как дыхание свободы слышала с песня, вошедшая в историю, как песнь народов всего мира. Бояре знамя для будущих освободителей красноармейцев. Бояре знамя для будущих освободителей красноармейцев. КОНЕЦ Имела радость по зеленой боковине, как весенние громы. Им все, правда, радовались. Некоторые упитанные мужчины поглядывали на нашу армию с довольно неопределенными усмешками. Они позакрывали свои магазины и банкирские конторы и плавали по тротуарам Черновицка, как коробы в аквариуме. Что-то мы им не понравились. Да и они нам не очень. Жандармы. Этих молодчиков наши бойцы захватили в Хатине. Жандарм-офицеры. Вот они сидят, посмотрите, вот. Румынское оружие. Его бросили солдаты-украинцы и разошлись по домам. Это наши люди, буковинцы. Их насильно увели румыны, оставляя Буковину. Они удирали из Румынии на родину. Советская земля. Люди плакали от радости и бежали, словно за ними еще гналась Секуран. Люди устанавливали советскую власть во всех городах и селах, говорили незабываемые, взволнованные речи и славили Красную Армию. Освободивши Буковину, советская власть сразу же передала крестьянам помещичью землю, о которой до сего времени они только мечтали. Буковинцы вышли на первую советскую жатву, как на праздник. Они славили Красную Армию, советскую власть, великого Сталина и пели песни. Впервые в своей жизни на бывших помещичьих землях люди жали свой хлеб. Жали еще по-старому серпами и косами. На полную мощность работали машино-тракторные станции по-румынски. КОНЕЦ Милиционер какого нигде в мире, кроме Черновиц, вы не убегите. Румынское правительство не осмелилось закрыть Черновицкий университет. На Бояре сделали иначе. В университете училось только пять студентов украинцев. Их так и дразнили репрезентантами. Пять студентов репрезентовало все украинское население Буковины. Теперь Черновицкий советский университет широко открыл двери для молодежи всех наций. В сельскую школу прибыл наш советский учитель. Этот необыкновенный человек ухитрился за целый день не ударить, не выругать и не поставить на колени ни одного хлопчика. Зачарованные дети смотрели на него как на чудо. Он был добрый и веселый. Горными тропинками спешили дети к родным хатам. Они несли родителям украинское печатное слово и радость первого дня учения в родной школе и привет учителя и детские светлые мечты о будущем. Знаменитые буковые леса, от которых и пошло название Буковина. Буковина. КОНЕЦ В заводе «Маврокордата» изготовляли для английской авиации лучшую в мире фанеру. Здесь же, среди прекрасных горных лесов, 60% рабочих болело туберкулезом. Невероятно нормальным. КОНЕЦ Перед нашим приходом хозяева этого завода бежали. Шанеру продолжали делать и без них. Рабочие сберегли завод для своей советской власти в полной боевой готовности. КОНЕЦ Почти 600 лет украинский народ был разъединен, и Буковина пребывала под властью пяти государств. И все-таки на какое Буковинское село вы не посмотрите, вы скажете, это Украина. Угнетатели заменяли один другого, а народ сохранял свою культуру, язык, архитектуру, одежду. Румынский жандарм жил на штрафы с населением. Он штрафовал из-за рисунки на хате, если они были сделаны в украинском стиле. И за пятно на стенке, и за нарисованную птичку или цветок. Но и это не помогало. Рожденная в борьбе за национальную культуру и закаленная в этой борьбе, народное украинское искусство не умирало. Буковинец вкладывал в свою хату столько труда и врожденного вкуса, что хата его стоит точно нарисованная игрушка. Правда, в этой красивой хате часто и очень часто сидела больная и голодная неграмотная семья Буковинца. Своёобразной архаической формы украинский хат Буковинцы передали и церквям. Буковина богата народными талантами. Учительница Домко-Патушанская славится как художник и поэк. Художнику-самоучке, бедняку-полью-чернобузу, сельсовет подарил корову. В тяжелые времена румынского господства он нарисовал сто портретов Шевченко, Франка и Федьковича и раздавал их тайком народу, как лозунг. Вот мать художника Владимира Кукоячука. Она сеет, а художник баранит. Он уже нарисовал портреты товарища Ленина, товарища Сталина и теперь рисует портрет деда Остапа, не зная, что и он, и его дед, и замечтавшаяся мать сами достойны кисти великого художника. София Космачук говорит сама за себя. Никто не нарисует и не вышит лучших узоров, как прославленные вышивающицы буковины Мария Клим, Катерина Клим и Фрузина Гулей. А где уж делает красивые гуцульские топорики с резьбой и перламутром? Так это в селе Выжинке у профессора резьбы по дереву Владимира Гулейа. Буковинский крестьянин не покупает одежды. Он одевает сам себя. Натуральное хозяйство сохранилось здесь, как нигде в Европе. В горной части буковинцы разводят овец, дающих мех для верхней одежды, так называемых киптарей. Киптар — меховая жилетка без рукавов, которую носят и зимой, и летом. Праздничная одежда буковинца многокрасочна и красива. Каждый парубок или девушка, как бы бедны они ни были, имеет костюм для праздника, сделанный своими руками. На головах у девушек пышные коды. Это признак девичества. КОНЕЦ Праздничный костюм буковинца — синтез всего народного искусства и само искусство. Его носил на своей груди буковинец, как знамя протеста против угнетателей, как носит на себе боец свое оружие. КОНЕЦ К невесте пришли дружки. КОНЕЦ К жениху пришли друзья бояре. КОНЕЦ 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 Венчаться едут отдельно. Невеста со своими дружками, а жених с боярами. Полагается невесте перед венчанием поплакать по девичеству. Пока жених и невеста венчаются, свашки угощают друг друга. Не без их участия родители согласились на брак. Перед свадьбой каждая соседка приносит матери невесты что-нибудь к столу. Это обыкновенно бывает курица. Отсюда и пословица пошла, кому свадьба, а курам смерть. КОНЕЦ Жених приезжает за невестой в сивой шапке и обязательно веком. КОНЕЦ Это остаток древнего обычая умыкания невест. Вот так и я когда-то умыкнул свою старуху себе на шею. КОНЕЦ КОНЕЦ Говинские села переполнены парубками. Им некуда было податься. КОНЕЦ Вот чего не умеют ни пару кинь девушки на Буковине, так это танцевать. Их танец это не наш веселый и радостный запорожский копак, от которого аж земля худеет. Буковинец танцует скованно, несмело. КОНЕЦ Тут были такие порядки. Заплатишь жандарму за танец 20 лет, разрешить танцевать. Не заплатишь притопывая двой ногой, а танцевать не смей. И привыкли буковинцы танцевать тайком. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ